А пока о скандале в лесосибирске, это Красноярский край. Там студентку обвиняют в краже 300 тысяч рублей, которые ей начислили на банковскую карточку. Она пыталась выяснить, что к чему, но помочь ей не смогли. За время, что нашелся отправитель, деньги она уже потратила. Теперь из-за чужой ошибки 18-летней студентке может грозить наказание. Алексей Николаев пытался понять, почему обвиняют ее, а не тех, кто допустил некорректный перевод. Простая студентка из маленького городка в Сибири совершенно случайно разбогатела на 300 тысяч. Кажется, невероятно. Но вот же эта студентка Ира Долганова, 18 лет, будущий соцработник. Живет в скромной комнатке университетской общаги. На платную учишься, да? Да. А стипендию вам не платят, да, платников? Нет. Она не играла в лотерею, не ждала наследства. Ира – сирота. Раз в месяц получает пособие на банковскую карту чуть меньше 9 тысяч. Вот и удивилась, когда обнаружила на своем счету кругленькую сумму. Думала, ошибка какая-то. Но нет же, завеяли девушку в банке. Ошибки быть не может. Я спросила у девушки, посмотрите, откуда у меня эти деньги на карте. Я получаю пенсию по потере кормильца. Ну, так как они могли только оттуда прийти, я думала, что это некий перерасчет. Банки мне сказали, что отправитель не найден. Отправитель все же нашелся и написал заявление в полицию. Тот самый пенсионный фонд, который, как предполагала Ира, сделал ей перерасчет, теперь обвиняет ее в краже. А это два года колонии. 300 тысяч девушка, конечно, уже потратила. Заплатила за учебу, купила ноутбук. Мы полагаем, что Ирина отсутствовала умысел на хищение данных денежных средств, так как полагала, что данные денежные средства ей были перечислены законной. Какая-то недобросовестность с ее стороны в этом плане отсутствовала. В судебной практике даже есть термин – необоснованное обогащение. Хотя обстоятельства могут быть разными. Год назад в Калачинске, это по Домскам, едва не загремели за решетку почти 40 его жителей. Щедрый банкомат вместо тысячных купюр выдавал пятитысячные. Акция, подумали люди, и обогатились за одни сутки на 2,5 миллиона. Посадили в итоге только одного – за то, что так и не вернул деньги. Стоит лишь ввести пин-код, и вы уже в поле зрения банка. Встроенная камера сфотографирует вас еще раз в момент получения денег на руки. От трюков что-то типа «закрыть объектив пальцем» система, конечно же, защищена. Доступ к операциям в этом случае будет просто заблокирован. И если обналичить хоть что-то, что тебе не принадлежит, ответственности уже не избежать. Мастер-класс, как не сесть за решетку за то, что стал богачом по ошибке, мог бы провести Алексей Зловин из Чувашии. Пять лет назад он обналичил вексель на 2 миллиона. Через пару дней на карту предпринимателя пришел еще один перевод на точно такую же сумму. Я эти деньги, соответственно, все снял, потратил туда, куда рассчитывал. А потом выяснилось через 2 недели, что это ошибка банковского работника. Дальше гражданское дело, потом уже завели уголовное. Все расчеты в его жизни теперь только наличными. Избежать тюрьмы Алексею удалось чудом. Суд сначала приговорил мужчину к 3 годам колонии за охищение средств. Но решение удалось опротестовать. Деньги случайный миллионер ведь снял со своей собственной карты. А как их можно похитить у самого себя, не совсем понятно. Деньги не требуют? Требуют? Ну, с банкерами-то я не общаюсь. В основном общаюсь с судебными приставами. Деньги тебе нужно вернуть? Да, я не отказываюсь, плачу. В действиях юной студентки вроде как тоже не было злого умысла. Сплошь положительные характеристики, грамоты за успешную учебу. Но это ведь как в кино. С большими и неожиданными деньгами всегда приходят большие проблемы. Если человек не ждет, клиент не ждет крупных перечислений, то необходимо просто написать заявление на расследование. Я полагаю, что здесь ситуация отягощается тем, что это были бюджетные средства. Это пенсионный фонд, поэтому возникла такая ситуация. Естественно, что бюджетные средства и трата, растрата бюджетных средств это серьезные преступления. Ира, кажется, все придумала. Возьмет академический отпуск, деньги в пенсионный фонд будет возвращать частями. Но там, где этот финансовый клубок запутали, уже заявили студентки, идти на уступки они не собираются. Или 300 тысяч сразу, или под суд.